Братья и сестры, сейчас София с Ангелиной пели. Я сидел и думал, буквально вчера, позавчера мы смотрели фотографии десятилетней давности свадьбы Струтинских, и там Ангелину кто-то держит на руках, маленькая памперсия еще такая, мы рассматривали, и я сейчас смотрю, они уже, время идет, и они уже прославляют Господа, они уже поют, и так сердце радуется, братья и сестры, правда, вот, и это благодать Божья, вот, о которой хотелось чуть-чуть поразмышлять с вами. Апостолы в своих посланиях напоминают нам с вами Евангелие, напоминают свои слова, которые они передали нам через Евангелие, вот, к примеру, апостол Петр здесь во втором своем послании 1.13 говорит, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной хромении, возбуждать вас напоминанием, напоминанием Слова Божьего, Евангелие. В третьей главе он говорит, это уже второе пишу послание, и с напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святым пророками, и заповедь Господа и Спасителя, проповедуя апостолами вашими. Мы блажены с вами, братья и сестры, потому что мы имеем на руках, это действительно сокровище, план Божьего спасения, вот, и насколько мы должны дорожить им, вникать в Него, исследовать Его. И я хотел прочитать с вами из послания Титу несколько стихов, в которых апостол Павел, вот, сжатый, как бы, в форме, возвещает нам Евангелие, которое, вот, мы имеем с вами. В третьей главе мы читаем 4 стиха. Написано здесь так, Павел пишет, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот так, если мы коротко посмотрим, в Евангелии, в сжатой, как бы, вот, форме, так вот, Павел пишет. И мы прочитали с вами, что явилась благодать, явилась благодать. И уже над этими словами мы с вами можем задуматься и увидеть вот это драгоценное слово благодать. Это доброе даяние во благо нам, людям, в котором мы нуждались. Мы этого не понимали, но это видел четко и ясно Бог, в том, что мы нуждаемся в этой благодати. И эта благодать явилась. Он пришел, чтобы дать ее нам, эту благодать. По какой причине Он пришел нам дать благо нам? И здесь, вот в этом же, в этой главе мы читаем третий стих. Это причина, почему пришел Христос, почему Бог послал своего Сына дать нам эту благодать. Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Вот она, первая причина. Бог увидел наше плачевное такое состояние, безвыходное, безнадежное, с далеко идущими последствиями, осложнениями. И это первая причина, почему Он пришел студа. Еще с Эдомского сада было сказано, что смертью умрешь, если проявишь непослушание. И вот человек попал вот в эти сети дьявольские здесь, вот на земле. И нужно было человеку дать эту благодать, нужно было что-то делать. И Бог сделал. Он пришел во плоти на эту землю дать нам эту благодать. Из истории нам известно и неоднократно люди пытались избавиться от рабства, от рабства, в котором они были угнетаемы. И однажды в Риме, в Италии точнее восстал Спартак с многочисленными войсками. И вот он собрал много рабов вокруг себя, и не только. И восстал, будучи так вот добыть себе свободу. Но мы с вами знаем из истории, что оно было жестоко подавлено. Распятые кресты были до горизонта. Так и не удалось им добыть эту свободу. Человек, Бог видел вот человека. И видит сегодня, в каком рабстве он находится. И от этого рабства никто не может избавить человека от рабства греха. Мы с вами это все прекрасно понимаем, об этом говорит Писание. И вот Бог увидел человека в таком состоянии, которое мы прочитали в третьем стихе здесь. И он пришел. И вторая причина, почему он это сделал. Мы здесь с вами прочитали. Человеколюбие его. Он, оказывается, любит человека. Любит очень сильно человека. А еще в пятом стихе милость его. По милости своей. Это природа Бога. Любовь, милосердие, сострадание, долготерпение и прочее. Вот это вторая причина, почему явилась эта благодать нам, дорогие друзья. И он явил свою благодать. И это благодать не что иное, как путь, ведущий к спасению. От той же безвыходной ситуации, о которой мы с вами немножечко поговорили. Какими мы были? Гнусные, ненавидели друг друга. Это только короткая характеристика. А в многих других текстах мы тоже видим, что представляет собой человек. Одна дорога в небо мы поем, а в погибель сколько? Тысячи. Тысячи дорог. И я хочу отметить, что другого пути не существует. Не по делам мы с вами прочитали здесь. Не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Никто не может прийти к Богу со своими какими-то, я не знаю, деньгами, какими-то добрыми делами. Никто не может прийти к Богу и сказать, я достоин спасения и жизни вечной. Я вот столько сделал, я вот такой хороший. Нет. Нет, 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 нет. По благодати, по благодати, именно для этого и пришел Господь, чтобы спасти и дать нам благодать, нам дать спасение. Только Бог спасает. И здесь мы с вами видим в 4 и 6 стихе, интересно здесь так пишет Павел, что Спаситель наш Бог, в 4 стихе. А в 6, через Иисуса Христа, тоже Спасителя нашего. Вот два стиха, которые говорят о том, что пришел Бог во плоти. Пришел Христос, Бог, Спаситель. Бог спасает. И вот интересно, каким образом спасает Он нас своей благодатью. Здесь пишет Павел, «Баняю возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Здесь Павел употребляет слово «баня». Известное нам слово, да? Оно нам о чем-то говорит. О том, что когда мы чувствуем, что надо нам помыться, мы идем в баню. Был кто-нибудь в бане, братья и сестры? У нас сегодня в квартирах ванны, душевые кабины. А я помню, до 1973 года жил в бараках возле абразивного завода. И там один раз в неделю был мужской, и один раз в неделю женский день. Я помню эти тазики, я помню эти душевые кабины. А в студенческие годы приходилось и тоже ходить в баню там, и парилка была. И вот какое состояние, братья и сестры, когда мы пошли, вот, вымылись, вот, как в народе говорят, «як на свет народился, да? Как на свет народился, сбросил в себя вот ту всю грязь». И плотскую, да, телесную. А Павел здесь говорит «баняю возрождения и обновления святым духом». И он излил на нас обильно через Иисуса Христа. Без Иисуса Христа не излил бы, только через Иисуса Христа. Так и в духовном плане здесь вот, прежде всего, грешника очищает, что от его грехов избавляет. Мы читаем с вами у Иоанна в первом послании «кровь Иисуса Христа от всякого греха». То есть, его жертва, подвиг, вот этим закончилось явление его. Мы с вами прочитали, он явился, явилась эта благодать. Явление Иисуса Христа закончилось на кресте. Там он отдал себя, уплотив за грех, который невозможно было другим путем искупить, выкупить, оправдать нас, людей. И вот, какой плод принес там Христос на кресте? Мы уже с вами говорили, Евангелие. Он говорит, вот это Новый Завет в моей крови, он добыт очень дорогою ценой, ценой моей жизни. В крови. И Дух Святой, Дух Святой, которого мы прочитали, Он излил через Иисуса Христа. Потом, когда Христос вознесся, и Дух Святой пришел на землю, сошел на апостолов, и сегодня Он трудится на земле, в церкви, Дух Святой. И вот, вот что очищает. И, братья и сестры, до боли, до боли в сердце больно, когда, встречал в христианской газете, когда Евангелие, Новый Завет, была фотография, оно лежало на помойной яме, там, на мусорке. Это ужасно, братья и сестры. Это ужасно. Вот такой ценой добыто спасение, благая весть вот эта вот, и куда люди ее выбрасывают. Это ужасный грех, братья и сестры. Вот этот плод, вот это то, что добыто. И, братья и сестры, единственное условие, единственное условие для всякого грешника прийти к Христу, ясно осознавая себя грешником, принести к Него ногам эти все свои грехи, покаяться, прийти с достойным плодом покаяния. И осознание очень ясное должно быть, что эти грехи может смыть и убрать только Спаситель, только Христос. Поэтому тут и написано, что оправдаться можно только Его благодатью. Только по Его благодатью. Как удивительно работает благодать Божья. Я бы, вы знаете, нарисовал такой вот как бы треугольник. Слово Божье, Дух Святой и мы, невозрожденные. Слово Божье, Евангелие и Дух Святой, они неразделимы. Неразделимы хотя бы потому, что автор Писания – Дух Святой. Именно Он диктовал пророкам и евангелистам, чтобы мы имели сегодня с вами вот это драгоценное Слово Божье. И вот именно Слово Божье и Дух Святой влияют на наш Дух. Они возрождают наш Дух, который начинает разуметь Слово Божье. Некогда без Бога мы читаем Слово Божье, что человеческий разум, он поврежден. И вот именно Слово Божье и Дух Святой приводит этот разум из поломанного, из негодного состояния, приводит в порядок. Человек правильно начинает мыслить, человек начинает понимать. Мы давали и обещание Богу доброй совести, умирая для греха, воскреснув со Христом уже для новой жизни во Христе Иисусе. Что значит пребывать во Христе Иисусе? Очень много, и это очень важно, братья и сестры, очень много по этому поводу мы читаем тоже на страницах Писания. Я прочитаю один только стих. Вот у Иоанна можно даже и не только один найти здесь. Я прочитаю 3 главы, 2, 4, последний стих, 1 послание Иоанна. И кто сохраняет заповеди Его, то есть кто хранит Евангелие, кто питается им, тот пребывает в Нем, в Боге, в Иисусе Христе. И Он в том, а что Он пребывает в нас, узнаем и по Духу, который Он дал нам. Его Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот как удивительно работает благодать Божья. Возрождает и ведет уже к новой жизни. Брат проповедовал о пути жизни и истине. Сначала мы познаем истину, потом мы благодаря этой истине становимся на этот узкий путь и уже идем к жизни вечной. Христос говорит «Я» и истина, и путь, и жизнь. И как только мы с вами нарушаем, не соблюдаем Слово Божие, где-то согрешаем, вы посмотрите, как работает действительно возрожденный наш Дух вместе с совестью и Дух Святой. Сразу начинается суд у нас внутри. Если мы где-то поступаем неправильно, а где-то согрешаем. Нет мира в сердце. Начинается, как бессонница может быть, и головная боль до этого даже. Вот и происходит огорчение Святого Духа, мы читаем в Ефесянам 4.30. А в Фессалоникийцам написано «Не угошайте Духа Святого». «Не угошайте». Насколько мы должны быть чуткими, жить во свете, как Писание говорит. Жить во свете. Потому что я хочу подчеркнуть, что не угошайте Духа Святого, здесь есть опасности для всех, не только для нас. Допустим, меня может колкими обличениями обличить мой ближний брат. Ты не так поешь. У тебя отвратительная там проповедь, там и так далее. То есть нам нужно быть, знаете, как кормилица нежно обращается к своими детьми, так вот и нам по отношению друг к другу должны мы быть. С любовью, братья и сестры. Поэтому вот насколько это как бы попутная мысль такая. Кроме того, если мы нарушаем, не соблюдаем Слово Божие, не пребываем во Христе, где-то увлекаемся, то мы не только угошаем Святого Духа, уже нет и плода Святого Духа, которые мы постоянно должны приносить. Любовь, радость, милость, благотерпение, воздержание, кротость. Где тогда праведность наша по вере, братья и сестры? Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы были в полной гармонии вот с Духом Святым, под водительством которого мы находимся. Постоянно были, пребывали в Слове, соблюдали Его заповеди, были, одним словом, в правильных взаимоотношениях с Богом. Ведь у нас великая цель. В седьмом стихе мы прочитали с вами, что мы оправдываемся Его благодатью и по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот наше будущее, жизнь вечная. А пока мы здесь на земле, апостол Павел напоминает, у нас есть тот, у нас есть тот, на кого мы можем с вами всегда уповать в любое время, проходя через эти долины, как первый брат сказал. У нас есть на кого уповать. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы возрастали в любви к Господу, любили Его Слово, возрастали в любви к Слову Божьему, чтобы мы не огорчали Его ничем, чтобы Он во всем был прославлен в жизни нашей. Аминь.